у меня я все думала по поводу прошлого нашего разговора по поводу астрологии она меня крутится параллельно все это время крутилась у меня вот такой вопрос по идее там должна быть такая симметрия я вот например подумала почему 9 месяцев жертвоприношения потому что приносится по месяцам это не значит что по времени это просто задействованы 9 планов бытия которые помнишь там трижды 3 9 миров то которых нужно пройти то есть сознательно как бы жертвоприносить и в течение 9 месяцев они как раз получается в этом секторе и остальное на 10 это выход уже за помнишь там еще три было сверху я помню я тоже об этом часто думал как же время то есть год связан с планами бытия почему все представлены в одном цикле то есть вот это вот вот здесь какая-то мистерия потому что новый новый год начинается в индии с овна то есть по ведическому календарю он начинается в марте с овна а заканчивается год у нас заканчивается рыбом а рыба это трансформационный знак по сути это вот когда вот это колесо все проходится вот но у меня тут еще был вопрос почему за 12 стоят 40 28 накшатры по идее и должны быть 49 28 трудно сказать 27 вообще-то но добавляет 8 28 еще какая-то тоже все ясно с этими накшатрами почему 27 28 да почему не же еще созвездия на небе по сути но они получается не имеет такого влияния и именно вот эти выбраны этот круг это может быть она цивилизация идет по вот этому как бы набору опыта да но мне кажется что их их же больше по идее созвития там заметочку прислала 88 но это может быть еще больше но это именно 88 это уже их как бы древности они были мифологии мифологические эти созвездия а потом уже когда от мифологии отошли уже просто группы совмести объединяли как бы созвездие то есть я думаю 88 это не тех созвездий не в том смысле мне кажется то есть это уже в нашем научном как бы деле вот а если говорить о том как связаны вот именно с определенными движениями энергии да как бы субстанции энергетические божества то их наверное какое-то количество которое должно соответствовать этим планам бытия и мне казалось что их по идее должна быть у нас 7 на 7 49 помню может быть я вот не пока еще не вижу эту большую картину да то есть принципе принципиально то есть принципиально этот весь космос он гораздо больше чем но отбор сознательный идет через нас то мы выбираем сколько из них для нас важны участвуют которые участвуют в нас то есть которые мы можем определить которые конкретные подсказал участвовать наверно другие имеют влияние но не такой прямой доступ и мне все-таки кажется что это зависит от цивилизации которая происходит на земле быть даже несколько цивилизаций сменилась принципе наборов опытов и судя по определенным данным были совсем другие как бы совсем нам не свойственны в нашем понимании периоды на земле и может быть хочешь я говорила про две луны я просто нескольких источников встречала это просто соответствует другому другой другому построению этой картины на которая должна как-то себя себе что-то найти такой условно говоря когда конструктор мы просто собрали модельку такой вот в ней крутимся для нашего самосознания работает а по существу мир намного более сложными в этом смысле наука научный подход более верный да нельзя как бы зацикливаться на аксиомах и теоремах которые нам даны должны расширять их возможности видеть новые аксиомы новые теоремы которые стоят за ними это так в глубину уйдя там будет гораздо больше всяких влияние у нас и другие боги там спят там ждут своего часа как бы интересное у тебя состояние просто вижу привкушение какое-то привкушение чего-то такое очень хорошее да я починил это от снега тут нам пришло у нас снега навалило такая красота началась у нас тоже самое нас каждый день валит это такие сугробище я про правое и левое полушария хотела это великолепная идея кстати даже не с точки зрения что это так и есть наверное оно так есть потому что активизируется действительно разные части а с точки зрения вот йоги это вот баланса нашей двойственной природы у нас же двойственная природа очень удивительно два глаза я сейчас расскажу немножко о том что я почитала откуда как я начала откапывать я думаю будет интересно есть такое под называемое право полушарное рисование то есть когда ученые исследовали мозг как работает одна половина как другая они пришли к выводу что логика интеллект речь это все левое полушария это все где хранятся имена название предметов то есть четкое описание а правое полушарие это к этому относятся рисование музыка там еще какие-то такие другие величины но раньше считалось поскольку ученые давно этим занимались что левое полушарие для нас важнее потому что мы больше пользуемся но последние годы стало понятно что как бы нету понимание важнее или менее важны вот тут есть просто разные качества которые есть человеке и правая сторона правая полушария она отвечает полностью за левую сторону тела то есть там быть симметрия а левая полушария за правое то есть развивая физические мышцы мы тренируем нашим полушарии разного мозга и считается что если ты владеешь хорошо левой правой рукой например да у тебя эти полушария именно в этом качестве синхронизированы пока таким качеством вода леонардо да винчи много рисовать превосходные левой и правой рукой а вот а в нашем обществе но мы как бы правши это но у нас раньше в нашем образовании это очень сильно стимулировалось то есть нас такое я смотрю левая полушария левая полушария да это логика это речь это все что мы можем выразить потому что когда проводилась опыт опыт если например левая отключена полушария то правая воспринимает узнает но назвать не может я знаю это вот это вот на прегенцеве компрегенцев да я тоже хотела сказать что это правая полушария от нас тут восприятие а левая полушария это понимание и все что с этим как бы связано ну не одна секунду а тут надо уже вот там более левая полушария это как раз будет вот это вот апрегенцеве то есть будет объяснение узнавание вещи как таковой но это понимание а здесь будет узнавание узнавание без понимания Владимир а почему-то мне наушники иногда подшипят чуть-чуть может они не до конца лопнут одну секунду это я такие другие наушники вткнул сейчас одну секунду я заберу вот эти лучше да это эти USB наушники это совсем другая система ален лучше да да и качество звука для записи ну и вот корреспондент речь идет о чем вот тут тонкая вещь что нам кажется что наше понимание это есть узнавание то есть когда мы узнаем вещь как таковую мы кажутся мы а вот мы поняли, что это такое. Вот оно что. Ага, вот это оно. Это сюда и название, и логика, и структуры. Я увидел структуру, я, кажется, понял. А это не совсем так. Я просто узнал ее. Узнавание и понимание это как раз и есть эти две разные функции. Узнавание левое полушарие. То есть ставить все на свои места, логика, структуры, как они связаны, чтобы увидеть видение левое полушарие. Нет, видение правое полушарие. Что? Все наоборот? Подождите-ка, одну секунду. Так как правая рука же должна быть это. Правая рука — это левое полушарие. Это как раз вот, да, это логика. Это речь. Я сейчас перечисляю то, что ученые к чему пришли, да, какие функции связаны с этим полушарием и с его деятельностью. Если, например, правое нарушено, некоторые были травмы, да, а работают только левое. Только что ты говорила музыка, правое полушарие. И когда я услышал, это музыка там... Нет, музыка, она есть разная. То есть нечто узнается в правом, нечто в левом. По музыке там более широкие, наверное. О, сейчас извини, пожалуйста, телефон сейчас. Алло, здравствуйте, я могу вам перезвонить? Тут такая проблема, да, возникает, потому что понимание само, оно не не носит это узнавание, да. Узнавание и понимание. Понимание, оно связано с глубинными какими-то мотивами, которые никак не объяснить без узнавания, да. То есть понимание, оно интуитивно знает, но не знает, как это назвать. Вот твое описание, оно настолько хорошо ложилось на компрегенсив и аппрегенсив. А аппрегенсив дает ему возможность это как бы зафиксировать. Логика дает возможность зафиксировать вот то интуитивное такое. Ну, по твоему описанию, что я почитал, оно подходит. Мне вопрос. Вот если смотреть на картинку, которую мы изначально по интегральному сознанию чертели, да, у нас тут манас ум, видение, слышание и речь, да. Вот у нас было две разделенные части. Слышание и речь в одной истории, а ум удержание и видение в другой. Вот удержание и видение это правое полушарие. Удержание и видение правое полушарие. А левое, которое отвечает за речь, которое отвечает за то, что... Они говорят, если отключено левое полушарие, которое знает имена все, знает всю терминологию, да, она знает как бы вот явление, вот как оно называется, вот ее функция, да, то есть что с именом предмета. вот если ее отключить, то то, что ты воспринимаешь, ты это узнаешь, но не можешь, ты вот узнаешь эту ручку, да, то есть ты как бы внутреннее ощущение, что как бы знаешь, но ты не знаешь, что она ручкой называется. Да, ну вот узнавание ручки и незнание, что оно называется ручкой, это как раз apprehensive, да, то есть узнать. Узнавание это apprehensive, то есть это ты говоришь к правому относится, да? Да. То есть ты узнаешь ее, но не знаешь... Ну, не знаешь, как что-то, как бы ты не скажешь, что это ручка, тебе не... А, но здесь примитив, да, я понимаю, в чем примитивный подход этой науки в том, что они названия не различают в названии comprehensive и apprehensive approaches. Они не различают. Да, он, если, например, я правым полушариям только пользуюсь, и мне показывают ложку, да, и мне нужно из предметов выбрать ложку снова, да, я выберу ложку, то есть мне не нужно будет название ложка, да, то есть я эту вещь, я как бы по ее качеству найду, да, смогу ее, как бы, определить, да, но то, что это ложка, и то, что ей, там, как бы, ну, надо мне вопрос тоже подробнее. Вот, вот смотри, смотри, вот здесь то, что у тебя описано, как раз говорит об обратном, для меня, по крайней мере, удивительнейшая вещь, потому что здесь как раз начнется определение, что же такое понимание, да, понимание и узнавание, две разные вещи, узнавание, это одно, я узнал, а, ложка, я узнал, да, узнать ложку, это не понимать, что такое ложка, Понимать ложку, это нужно видеть ее в целом. Это нужно видеть, что на ней можно есть, можно переливать, ее можно использовать как-то. Это это, которое за узнаванием не стоит. Узнавание – это только часть этого процесса. Это еще не понимание. Я узнал, что это дерево, но я не знаю, как его можно использовать до конца. То есть я знаю частичное использование. И это знание частичного использования исходит не из самого узнавания дерева, а из другого. Вот здесь у тебя описано левое – анализ, правое – синтез. Это точное определение как раз apprehensive и comprehensive. Comprehensive – всегда синтез. Apprehensive – всегда анализ. Всегда. Ну это просто Шиобинда дает определение. То есть если я вот так прочитаю вот эти все подряд, это время, пространство – это еще наука, которая еще тоже не добралась до конца. Она еще думает, что название вещей через речь – это и есть, собственно, понимание. Это только apprehensive часть речи. Название, дать имя. Апрехensive – как у нас переводится? Узнавание. Узнавание. То есть я узнал, что это ложка, но я еще не понимаю, что же это такое. То есть узнать, то есть как название, как токен, как вещь, как выделить ее, как сознанием я ее выделяю среди других вещей в какую-то особую вещь. Но вот как эта особая вещь увязана со всеми другими, я не знаю. Вот это есть понимание. Так получается, у нас левая есть comprehensive или правая компрехенция? Левая, с моей точки зрения, как ты вот объясняла, вот только что ты говорила, ты начала говорить, я сразу увидел левая. Даже без этого, не возвращаясь к этим названиям. Левая – это apprehensive, то есть это логика. Логика, логика, что такое логика? Это философия, это видение. Вот подождите, ну давай, давай, свет-тьма. Ну вот очень хорошо свет-тьма тоже. Сознание-подсознание, речь-молчание. Очень хорошо ложится, в принципе. Нет, если левая – свет, а правая – тьма, так хорошо ложится. Хорошо ложится, потому что… Левая – логика. Еда, видение, видение, свет. В слышании нету света, оно не нужно там. Там тьма, там просто… Так смотри, смотри, так у нас смотри, у нас опять еще наоборот. Нет, нет. Левая – левая, левая, то, что мы назвали, apprehensive, у нас свет стоит. Правильно. А правая – то, что мы назвали comprehensive, правая, где как раз видение находится. Там, где слышание находится. Ну, давай так, левая, я так понимаю, apprehensive – это видение, comprehensive – это слышание. Ну, вот, если мы говорим с точки зрения тех исследований, которые проводилось, то видит правая полушария. Не может быть. Ну, это… Поэтому, что здесь описано, это просто не может… Вот я поэтому к тебе… Вот в этом есть вопрос. Потому что я начала с чего? Начала с того, что мои друзья сходили на курс правополушарного рисования, когда есть определенные упражнения, как заставить правополушарие работать, а левое полушарие уйти как бы в сторону, да? И тогда, тогда у человека рождается видение художника, видение как таковое, когда он может… Окей. Давай, давай разберемся. Видение художника – это важная вещь. Что имеется в виду? Потому что мы смешиваем так легко уровни. В видении и слышании есть и comprehensive, и comprehensive, да? Что такое видение художника? Что ты имеешь в виду? Давай, разберемся. Пока не знаю, что я имею в виду, потому что я в это состояние не входила. Я только смотрела из как бы… Ну, ты провела… Ты провела… Прости, что я так врываюсь. Это такая… Да нет, нормально, нормально. У нас такой бой. В общем, я не сражаюсь, потому что просто эта тема очень интересная. Я тоже не сражаюсь. У меня просто тоже все уже… Все позиции заняты с точки зрения того, что я изучал. Если я ошибаюсь, и если это все наоборот, то я очень хочу это узнать, да? Если это не так, то это было бы великим открытием для меня. Но я, к сожалению, боюсь, что я загоню его в то, что мне нужно. И поэтому не хочу загонять. Хочу услышать тебя. Пожалуйста, объясни мне, что такое видение художника? Это не просто узнавание, правда? Это не просто узнать вещь. Я приведу примеры, которые прочитала. Почему? Потому что я пока не нахожусь внутри этого события, да? Чтобы, если я имею экспириенс, я могу тебе уже по-другому сказать. Я просто читаю статьи, ну, определенные, да? И пытаюсь понять, о чем, собственно, говорят люди. Ну, вот. И там основная технология состоит в том, что все люди являются художниками. Но не у всех развито видение. Если бы это видение было развито, другое видение, не такое, как обычное у человека, видение, я так понимаю, там как бы не только... Компенсия видения. Но, в общем, именно к видению они... Интуитивное видение. Вот они говорят, если левое полушарие рисует, оно вот видит руку, вот моя рука, оно будет рисовать руку, да? А правое полушарие, правое, оно будет рисовать линии. Правильно. Вот ты и дошла до того, что нам нужно было выяснить. Линии, оно будет углы, соотношения. Оно не рисует, что я знаю, что это рука, да? Оно не знает, как бы, что это рука. Оно рисует, как видит. А видит она через форму, через определенные линии, углы, наклоны, тени. И когда правое полушарие работает, да? Я объясняю, как люди объясняли. Это очень хорошо ты делаешь. Все точно. Вот. Тогда получается, что человек, если польза правого полушария, он очень точно изображает объект. У него нет вот этого, как бы, что он, например, не художник, и не может нарисовать. Вот. Я вот пыталась донести. А теперь, как это все уложить в интегральную парадигму, мне было бы интересно. Ты все просто уже и рассказала. По существу, одно дело, что когда он рисует левым полушариям, он будет рисовать руку, как таковую. Это apprehensive, узнавание руки. Когда он рисует как художник, он будет соотносить углы, рассчитывать их соотношения. Вот эти соотношения, да? И есть comprehension. Это и есть связи между вот этими разными моментами, которые уже ты даже не руку видишь. Ты видишь соотношение, чтобы рука появилась, тебе нужно соотношение выдержать, да? То есть, это речь не идет о том, что левое и правое – это видение или там слышание. Нет. Это идет о comprehensive и apprehensive. Именно так. И в этом comprehensive и apprehensive есть и видение, и слышание, просто это разные составляющие. Тогда это все ложится, потому что там, ну, когда, если читаешь по функциям, они иногда как бы дублируются. Ну, то есть, там есть и в том, и в другом есть видение. То есть, ну, по сути, человек же, если у него правое отключается, он видит. Конечно, и узнает вещи. Он просто не понимает их, да? Не понимает глубинно их соотношения с другими. То есть, он понимает, что они есть как таковые, да? А вот какие, как они, что они собой представляют? То, чего не видно, он не видит. Вот эти углы, которые он рисует, художник правым полушарием, это те углы, которых не видно. Те, которые понимаются. Вот это есть понимание. Вообще, трехмерность, которую ввел Леонардо, впервые, кстати, очень интересное описание у Гепсера, как Леонардо впервые ввел трехмерность, причем как закон. он говорит, он увидел не только, что наш глаз смотрит, так сказать, в бесконечность, на горизонт, как трехмерность, но и что и сам горизонт, как явление, смотрит обратно на нас, как трехмерность. И отсюда появилось два взгляда, которые создали эту трехмерность. Техмерность. То есть взгляд на горизонт от нас, то есть вот это вот расходится, да, картина, и взгляд от горизонта на нас. Но это могло бы только увидеть правое полушарие. Оба полушария могли это увидеть. Кстати, это и стих, может быть, как раз, да, их двоякое действие. Вот когда он это увидел, впервые появилась трехмерность, впервые начали рисовать по закону. Не просто, ты помнишь, как мы учились в детстве рисовать? У нас не было трехмерности, да, как у детей. А потом она появилась. Я помню, как я впервые нарисовал девочку и не сделал вот эту фигуру здесь, перехрестом, да, а сделал ее так. Я помню это. Это было великое открытие. Я чувствовал себя художником. Почему? Потому что это была концептуальная вещь. Это нужно было понимать, а не просто, да, апплигенцев. Нужно было понять и сделать что-то, что не подходит как бы. И вот это появилось новое знание, новое понимание, что мир по-другому нужно выразить. Да, очень здорово. Это очень хорошее открытие для нас, вот эти два полушария. Я думаю, что, может быть, у нас появятся новые возможности, даже в понимании. И тут момент такой, что, вот дальше я, тоже случайно, кстати, нашла, по поводу энергии разных, разных ноздрей, да, которые праны. Когда они уравновешены, тогда находится это естественное состояние медитации, когда ничто не давлеет над другим. Ни левое, ни правое. Это такой ключик, да, в таком состоянии нужно быть внутренне, как бы прийти внутренне, да. Мы обычно, общество, как мне кажется, оно более левое полушарное, оно больше его использует. А, кстати, все, о чем говорила мать, о тех состояниях, в которых важно переживать, без изначальной интерпретации, у нас интерпретация спешит перед переживаниями еще, мы не успеваем полностью это как бы интегрировать в себя. Она как раз говорила о, я сейчас понимаю, о правополушарной, как бы, действии, когда ты, у тебя еще нет левополушарного нахлеста. Да, ты еще не определил ее, как таковое. То есть левополушарное определение, это определение, которое наш ум поймет, и которое можно потом будет использовать. Да, можно коммуницировать для других. То есть его можно передать, что другие могут через эту вещь прийти к тому же пониманию. Вот. А правополушарие, это, конечно, совсем другое, вообще, как бы восприятие реальности. И как практика показывает, мы очень мало этому влияния, место отдаем в жизни. И вот там интересные вещи, как говорили, то есть о том, что рисование, как таковой, это есть функция развития, то есть инструмент развития, правополушария. Вот художники, когда они находятся, я читала, книгу начала читать, даже пришли у автора, она очень много написала литературы по поводу рисования. И она как раз говорила вот об этих функциях мозга. И там у нее есть на странице цитата художников. Они описывают свое состояние, когда они находятся, когда они находятся в этом процессе. Но это медитация, это транс. И они об этом говорят, что это ничем не сравнимая, как бы, история, которая происходит у них. Они, когда на момент, они как, когда у матери было, когда художник, он рисует, он похож на, как он, не похож, он божественная реализация у него. И как только он выходит из рисунка, он превращается в нечто вообще животное такое. Вот. То есть, именно вот вхождение в это состояние дает очень много интересных моментов. Очень интересно. Вот эта тема потрясающая, честно говоря. Как мы ее раньше не видели, ты просто все поставила на места. Очень здорово. И, кстати, рисование и музыка одинаково здесь, потому что компреенсивно, то есть, компреенсивно с пониманием происходят какие-то другие совершенно вещи. Процессы, да. И не все могут понять картины этого понимания. То есть, не все могут проникнуть в ту глубину искусственно, то есть, искусство, которое... Это, получается, надо уйти в правополушарное восприятие, да, то есть, чтобы левая не пыталась узнать за вот этим картиной нечто, что она знает. Руки, лица, голова, то есть, что у нас происходит? Мы стараемся сначала выхватить то, что мы знаем, определить, повесить лейбл. Правильно. Если оно плохо изображено, мы говорим, это плохая картина. Картина, да. Но мы не переключаемся в другое восприятие. Поэтому я с трудом понимал искусство, то есть, для этого нужно либо какое-то озарение, либо какая-то тишина, да. Я всегда замечал со собой, что левополушарное восприятие доминирует, да. У меня то же самое. Как красиво нарисовано, точно ли фотографически, вот это и есть критерий, да. То есть, насколько фотографически ты мог отобразить эту вещь. Там нету того правополушарного поиска интуитивного, да, видения чего-то важного, чего-то какого-то движения, может быть, природы или духа или смысла, да. Но это нужно развивать в себе, потому что видение, как правило, apprehensive, да. Мы определили его как apprehensive в нашем изучении не случайно. потому что действительно одно дело видеть вещь, а другое понимать, да. И мы, помнишь, мы говорили, что когда я понимаю, я слышу, да, как бы, то вот это слышание в видении и будет вот искусством вот этого художника. Художника. и музыканта то же самое он будет слышать, да, музыка еще лучше ложится, чем даже искусство. Вот так как получается так, что видение только apprehensive остается? Мне кажется, там есть еще и компрехensive. Конечно, конечно. Мы так это обобщили для того, чтобы увидеть переход от высших функций сознания, которые там находятся за пределами с интуитивного уровня и с супраментального уровня на функции сознания. Мы сделали проекцию и сказали, что эти то, что мы знаем как видение, слышание и все появилось из этих функций, где одна из них доминирует над другими. Помнишь, у нас была эта дефиниция? Кстати, очень хорошая дефиниция. Они все есть, но одна из них доминирует. Одна из них есть входом в то, что все остальные появятся. Для видения это прегенция, узнавание. Если я не узнаю вещь, как таковую, то есть, если я ее не увидел в этом всем, если я ее не выделил, не удержал, то, в принципе, я ничего не увидел. Само видение, оно фиксирует мое сознание на определенные вещи, узнает ее как таковую отдельно от других, и тогда включается все столь дое понимание, то есть видение, вот это сам удержание, удержание. почему речь, если мы говорим, что левое полушарие это apprehensive, почему речь, за речь четко отвечает левое полушарие? Тут проблема, научная проблема, они не знают, что такое речь. Речь для них это называние предметов, и все. Они не видят, что речь это интенция, которая проявляет что-то большее. Просто нет такого определения, это называние предметов. Речь это у нас apprehensive состояние изначальной речи. Да, если это просто давание имен, чтобы потом мы их как токен смогли распределить в нашей системе логики, то они правы, конечно, речь и будет частью этого apprehensive называния. Но здесь дано еще одно определение, точная наука и поэзия. Вот посмотри на это. Да, я хотел сказать, что поэзия это право повышали. Вот видишь, это и есть собственно нечто стоит, поэзия это слово, но слово по-другому выраженное, то есть слово выражающее какой-то смысл целое, а не просто название предмета как таковое отдельное от другого. Вот это есть аналитический подход apprehensive, логика отсюда. А речь, я боюсь, что речь и молчание это слишком поэтично сказано здесь. Да, я не знаю источник информации, здесь можно всем подвергать сомнению. Не, не сомнение, а просто нужно видеть часть apprehensive, то есть речь как называние предметов или указание на то, что есть. И речь как интенция изначальной как бы источник. Именно так. Речь, которая является из молчания, то есть слово, которое и являет интенцией. То есть речь это активная часть comprehensive faculty. И поэтому здесь проблема. вот прекрасно отражает все объективность субъективность это то, что мы называли в нашем образе. Объективность это будет как раз apprehensive, субъективность comprehensive. Рационализм и рационализм тоже частично отражает. Точные науки и поэзия прекрасно. Позитив негатив относительно. Потому что ну видишь да? Позитив негатив логика врывается. А позитив негатив нет. Там у них я знаю с чем это связано. Это связано с исследованиями. Потому что как правило левое полушарие отвечает за позитивные эмоции радости там еще чего-то. А левое печальное. Правое печальное. Правое печальное. Поэтому они позитив и негатив смотрели. Печальное вот такие грусти какой-то вот. Тут сложнее немножко. Интересно. Ужасно интересно. Надо найти побольше статей про исследование. Нужно найти какой-то хороший источник где нет интерпретации кривой. Что во всех статях я видела эту интерпретацию и думала что там уже как бы изначально опытом уже заметен. и вот эти по функциям полушария. Вот даже это время и пространство это перевернутое это можно перевернуть несколько раз. В принципе это так да пространство это то что соединит все в единое смысловую а время мы видим только одну часть бегущей то есть частично мы имеем доступ к видению пространство все удерживает а время дает нам только один момент но я могу это перевернуть наоборот и сказать что пространственное это будет левое а временное как глобальное движение силы будет наоборот смысловое то есть действительно мы имеем дело с чем-то более глубоким чем просто названием вещей нам нужно видеть функции и понимать о чем идет речь активность пассивность тоже очень очень приблизительно то есть это не совсем так хотя наверное есть еще такой момент что правая паушария отвечает за левую сторону и левая сторона тела даже она воспринимчива она воспринимает да она пассивна даже чтобы опыт получить вот право полушарное как я тебе говорил как мать говорит что нужно нужно пассивность да поэтому именно это пассивность наверное как имеется ввиду нужен покой чтобы воспринять нужен покой я я почему-то как раз правая паушария относила словом восприятие то есть у меня это было восприятие чего-то не понимание наверное а именно восприятие как бы как это прожить или прочувствовать да то есть это ну у меня это восприятие когда правое это левая и правая сторона тела это уже переработанная информация да она уже у нас интерпретирована да то есть есть восприятие есть интерпретация хорошо 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 можно это удержать до того момента когда мы начнем смотреть глубже что такое понимание да то есть понимание это не только объяснение вещи то есть ее называние или ее на нее указание это еще и живая часть того что как энергии этой вещи связаны с другими энергиями всех других вещей это живой процесс да если называние как бы можно от себя убрать то есть его можно отпустить да разодействиться с ним написать например книжку и оставить или высказать мысли отпустить то понимание отпустить нельзя оно остается это опыт который удерживает все вещи постоянно у него есть цельная всегда цельная ориентация и вообще как бы хайя майнда действует как раз на этом об этом Шиобинду говорит это есть восприятие по сути это есть понимание да ну хорошо восприятие понимание дело в чем что и восприятие и понимание невозможно друг без друга если ты не воспринимаешь то что ты можешь понимать если ты не понимаешь это когда ты открываешься к этому да ты отождествляешься да с чем то ты пускаешь это в себя когда ты впускаешь происходит вот этот опыт как раз он и происходит вот он он пришел он на полноса но восприятие это наверное открытие себя человек не восприимчив вот не восприимчив но ничего он не поймет но к нему это врата восприятие хорошо 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 я согласен да я запихнула пяткой восприятие нет ничего пяткой нет нормально не пяткой прям затолкнула его все так сказать двумя руками оно подходит туда восприятие конечно восприятие а что же еще восприятие это в твоей терминологии это не узнавание вещей это 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 чувственный аспект да когда ты отождествляешься жизнью самого явления и жизненно переживая его можешь увязать его вибрации жизненные вибрации с другими жизненными вибрациями узнав или распознав его функции его смыслы смыслы скрытые которые не видны в аппригенцев в аппригенцев видна только форма воспринимается только явление но нету чувственного переживания явления в логике нету чувственного переживания в явлении оно схематично оно берет вещь как таковую а вот в этом есть открывается восприятие восприятие чего формы нет не формы жизни ты правильно говоришь восприятие это хорошее слово мне нравится оно для этого но не узнавание как функция отдельно узнавание нет никакое узнавание да а вот понимание это не узнавание это еще что то это восприятие плюс узнавание это experience ну да это experience уже то есть и вот это понимание оно наверное зависит от узнавания конечно же потому что как же можно понимать что-то, если ты не узнал его, да, это понятно. Поэтому узнавание первично. То есть нужен контакт. И через этот контакт начнется вот этот процесс. И восприятие, восприятие чего-то большего, выходящего за рамки самого узнавания. И вот это вот восприятие потом выльется в понимание. У меня такое ощущение, что у меня мозг сейчас делал вот так вот. Туда? Туда я себя обращал, эти полушарии. Нам и так и нужно. Нам нужны два полушария, безусловно. Меня больше тоже интересует какая-то вещь, мистика нашей двойной природы. Вот это вот. Да, две руки. Посмотри, как мы хорошо сделаны. Две части разные, они не одинаковые. Всегда какое-то там у них несоответствие. И уравновешивание этих частей, но как раз ведет к, это как сказать, быть вечной медитацией. Как вот здесь и написано, если в девяностые поступают одинаково в день воздуха, что обычно не происходит у людей, у них естественно состояние медитации, ничего делать. И вот то, что пранаяма, например, делаю, да, с ноздями, там пишут туда, идут балансировка, пранаям. То, о чем я, кстати, недавно читала, в агенте мать давала сатпрему легкую, ну, как бы, инструкцию к пранаяме и говорил о том, что и он и Шри, и она и Шри Арабинда в свое время делали эту пранаяму, но делали ее не как обычные люди, а выдыхали через макушку, что обычно прибыли к смерти существа. Но как-то они об этом не знали и, в общем-то, не умерли. Получается, они интуитивно занимались вот этим балансировкой. Паранаяма, это действительно загадка какая-то наших, то есть йоги индийские нашли какой-то хитрый ход к управлению праной, через нашу систему, через вот это регулярное обмен... Апрехенсив, компрехенсив, и вперед. Да. Солнце, луна. Вот уже они их называют как солнце и луна. Горячее дыхание и холодное дыхание. Холодная, небось, левая сторона. Да. А горячее правое ноздря. То есть мы вдыхаем солнце и выдыхаем, значит, все, что нам не нужно, вдыхаем луну и выдыхаем все, что нам не нужно. Шлаки, то есть. И вот такое идет очищение. Ну, вот это такой образ, да, который предлагают для очищения. Там много... Я пранаямой... Я говорил, да, я занимался пранаямой. Как и Шри Рубинда и Мать, тоже удивительно. Я начинал с пранаямой. Не говорил, я рассказывал наверняка много. Потому что, собственно, пранаяма и изменила мои возможности медитации. медитации. Потому что я пытался медитировать и ничего не получалось. То есть, ум нельзя удержать. Он все время куда-то уходит. А вот потом я прочитал, что пранаяма может помочь. Это как веревочка, которая удерживает ум. Такая птичка, ум на веревочке. И можно его, так сказать, не отпускать. Это в Рамачараке было описано. Я начал пранаямом. Причем так там нужно было делать и хатха-йогу. То есть, сидеть в позе лотоса, что было очень довольно сложно для меня. Для всех сложно. Те, кто не занимается. Но я заметил, что с пранаямой и с развитием поза лотоса установилась. То есть, пранаяма помогала телу найти свою естественную позицию. И я довел пранаяму до четырех часов. Это огромный результат. То есть, в принципе... Четыре часа дышать? Да, четыре часа дышать. Утром и вечером. В принципе. Но на это было все. Тогда у меня началась медитация такая, что я ее не мог остановить. Медитация. То есть, мне было очень трудно выйти из медитации. С открытыми глазами я мог ходить. Был в покое, нисхождение такой мощи, что... Тогда я остановил пранаяму, потому что она уже была не нужна. До того, я помню, когда я начинал с самых простых там вдох-выдох, потом задержки я начал делать и задержки увеличивать, увеличивать циклы. Я увеличил до сорока циклов. Цикл это вдох, задержка, выдох, вдох, задержка, выдох. Это один цикл. Я увеличил до сорока циклов в один присест и делал двенадцать. Я дошел до шестнадцати. Ну, все время скатывался на двенадцать вдох. То есть, один четыре и два. Один четыре и два. То есть, если ты двенадцать секунд вдыхаешь, ты задерживаешь дыхание сорок восемь и выдыхаешь двадцать четыре. вдыхаешь 12 задерживаешь 48, выдыхаешь 24 у тебя получается на четверке тренировалась я просто не помню в одну вдыхаешь по-моему задержка и в другую выдыхаешь а там есть два способа, один помогает другому например, ты вдыхаешь выдыхаешь, вдыхаешь один выдыхаешь два, задерживаешь четыре это худший, там все горит вдыхаешь, выдыхаешь задерживаешь вдох-выдох мы меняем в одной вдыхаем, в другой выдыхаем да потом в эту же вдыхаем, потом выдыхаем в другую ну, до этого это пранаяма это называется речка, пурбака и кумбака это удержание дыхания вот само удержание дыхания считается по пранаяме является, как бы продлевает нашу жизнь сколько мы не дышали да, минут столько нам к нашей жизни добавляет времени так считается чем меньше мы дышим тем больше мы живем а идея пранаяма состояла в том что довести ее нужно было до до уровня того, что нету ни вдоха, ни выдоха вот она самая красота то есть ты перестаешь вдыхать и перестаешь выдыхать собственно перестаешь дышать идет вот то что у матю говорила через макушку проходит прана прана льется в тебя непосредственно это же ведь так использовали древние йогины чтобы уйти как сказать транс очень долгий может быть может быть десятилетиями а потом выйти из него можно в поэзии то есть вот этот уровень и тело сохраняется когда прана прекращает циркулировать через вдох-выдох а идет прямо напрямую в праническую систему нашу то прекращается и еда и всякие вещи и живет тело на пране как космическое вот это есть идеал пранаямы конечно я не знаю никого кто бы достиг этот идеал но он есть он описан у буддистов я так понимаю есть такие они закрывали этих товарищей в состоянии самадхи а потом через лет 20 их откапули а есть там в горах сидят тоже всякие полуживые непонятные но наш идеал конечно не может быть этим то есть нам нужна медитация то есть как Широбинда я пошел за ним а не за традиционным идеалом йоги то есть согласно Широбинда это должно помочь медитации и оно действительно устанавливает такой покой что не медитировать просто невозможно чтобы прекратить медитацию нужно действительно постараться то есть делать все наоборот и очень долго чтобы выйти из этого состояния я был очень в смысле это это изменило мою жизнь да по существу это пранаяма год я ей занимался и она выставила все на свои места примерно я там сделал тоже неверные вещи поранил себе голову то есть если заниматься на уровне том которым я занимался то прекращать невозможно а я один раз не смог позаниматься мы в горы ходили не было возможности и на следующий день я сел заниматься и так все легко идет вот это и есть то что нужно знать когда идет очень все легко то это не значит что это правильно и меня шандарахнуло так по голове то есть раскололась голова тебе нужно идти да не я просто попросила чашечку чаю я тебе так сказать я если не рассказывал то это интересно если рассказывал то это очень не не я первый раз это очень полезно интересно я могу тебе помочь если ты хочешь с пранаямой потому что я все о ней знаю то есть я сам ее прошел да то есть в принципе могу тебе точно сказать где и как и что не делать ну я думаю нужно попозже когда у меня становится в утро чтобы у меня было точное время я знала что я могу этим заниматься пока у меня все настолько нестабильно в этом плане то есть надо будет да я тоже думал вернуться к пранаяме даже сейчас потому что моя жизнь куда-то ушла в бок мне нужно вернуться к этому всецелому какому-то покою который установлен и ты не можешь нарушить даже если захочешь ну вот этот подход я хочу когда мы вернемся в Зиндии сходить на курсы здесь есть у нас там обучают правополошадному рисованию потому что те кто проходил знакомы говорят что это состояние транса такого с точки зрения определенного опыта вхождения проживания этого момента ну тут знаешь что важно важно именно научиться это делать сознательно управлять ходить выходить использовать в общем это такой как раз это есть придуманный механизм как я вижу у развития функции сознания конкретный такой рабочий механизм очень здорово очень здорово я тоже думаю что это может быть как раз даже тем что и сама наука сможет принять да здесь даже у нас есть такой пример идеалом тот кто это сделал в своей гениальности это Леонард Дович который пользовался этими явлениями и он работал своим инструментом на полную катушку получается то есть он использовал этот резервуар а мы его в общем-то не используем в обычной жизни в пранаяме когда идет вот это вот долгое дыхание вдох задержка выдох через ноздрю а потом в другое то же самое происходит какая-то балансировка двух полушарий да с точки зрения витальной энергии то есть жизненной силы и собственно они каким-то образом наверное синхронизируется да становится у меня по-левому трах ударило и раскололась голова следовало тут у меня дырка да если правое полушарие по сути то есть нет если левая сторона то есть вся левая сторона тела это как бы отвечает за нее правое полушарие то есть не то что лицо у нас как бы по-другому действует да у нас тоже правый левый глаз если череп где в левой стороне раскололся то это правое полушарие да ну вот здесь это в голове да в мозгу то есть так такое чувство поэтому я говорю что левое но в принципе может быть может быть и левое может быть я не знаю до конца да но вот именно чувство что это в голове да удар то есть где-то не выдержало напряжение закупорки скорее всего в левом были это удивительная вещь я думаю что нам ее нужно развивать может быть это и будет нашим хорошим ходом в это в распределении пранаяма раз да плюс функции по рисованию тоже можно будет я сейчас назову женщину которая написала кучу книг ты когда будешь заниматься этим рисованием ты тоже смотри с точки зрения того чтобы мочь начать обучать этому нас мы будем у тебя учиться правому полушарию и может быть мы начнем и музыку так делать да и другие вещи то есть правополушарное и левополушарное восприятие вот я хотел сказать вот музыка да левополушарное восприятие это ноты а правополушарное это вот это чувство да которое они выражают как музыку музыка бетти эдвардс открою себе художника она много книг написала написала по цвету по соотношениям там линии я пока саму старую книжку читаю бетти эдвардс рекомендую заглянуть если будет желание сейчас я напишу ты может меня скинешь название я автора скину нам много чего написала меня меня тоже вот этот двойственный характер нашего существа интересен тем что у нас участвуют две солнце и луна возвращаясь к джетишу то есть солнечный и лунный календарь космос в его целостности в его связях в его пространственности в его глобальности и луна и тело и другое это душа душа которая связана с солнцем и запредельным то есть боги все как бы должны помочь душе развиться но это тоже здесь все можно переиначить пересмотреть более глубоко чем просто называя вещи и уже фиксируя эти смыслы но вот это солнечный и лунный календарь и вот эти две составляющие развития нашей души через реинформацию и развитие нашего инструмента тела и всей вселенной из этого это две составляющие вот этого понимание само приходит как раз из вот этого накшатрийского целого видения тоже удивительнейшая вещь что понимание как раз и состоит в том чтобы увидеть как все вещи которые явлены и рождены здесь связаны в этой связи у меня еще был такой вопрос что такое все-таки такая двойственность у нас по поводу женского и мужского почему это у нас существует эти понятия почему у нас так в телах выражена двойственность но в другом плане как это как ее соотнести почему это вообще существует почему до конца причем когда я смотрю на индийскую парадигмную так назову в общем когда мы говорим про порушу и прокрити как два двойственности а потом смотрим на человека есть там женщина и мужчина там нет этого соответствия порушу и прокрити то есть там что-то уже другое хотя что-то очень близкое но не так выражено в общем это очень все загадочно остается есть ли какие-то в этом плане конечно прокрити это наша природа это и есть эти накшатры есть наша луна связь с телом с инструментом так и есть а порушу это та душа которая связана с солнцем и запредельным да так почему новосимуло мужское и женское что такое тогда у нас мужские энергии что женские энергии что это вообще это такое что такое представляет это вот в природе что это за элементы почему спрашиваю потому что как оказалось прокрити это для меня это движение да движение энергии то есть это активное начало если он статичный пуруша он статичный он разрешает он дает санкцию а прокрити двигается она танцует для него да она создает эти формы она активна то почему в нашем земном понимании существуют мужские энергии активные женские энергии пассивные вот я не понимаю вот это ну это логика это логическая вещь и ты если ты придешь например в этот самый оккультизм ты увидишь что там мужчина ассоциируется с активным началом а женщина с пассивным то есть она воспринимает его активность и порождает его ему то есть его сына дает как бы но но это все выдумки ума мать вообще это ужасно критикует и она говорит что все это деление на пурушу и прокрити которые люди внесли в жизнь это все такое неверное то есть в каждом из нас есть и пуруша и прокрити а деление на мужское и женское случилось просто из-за вот утилитарного подхода то есть утилитарного подхода для того чтобы породить жизнь причем так чтобы она не повторялась да а были смешения то есть должны быть смешения с другими поэтому разделение на двух два начала которые могут меняясь воспроизводить все возможные вариации хорошо тогда это был вопрос мать говорила о том что преимущественно преимущественно душа рождается в определенном либо женской либо в мужском преимущественно так было раньше очень редки переходы вот эти да они могут быть но они как бы не свойственны почему тогда есть то есть как это вообще этот закон происходит то есть как это происходит получается что какое-то качество души ему больше подходит вот это проявление я думаю я думаю что может быть это из практических целей отработки инструмента да то есть должно было быть создано более такое мужское явление для функциональности то есть это божественный выбор да что души определенного рода будут стоять за мужским отработкой мужского какого-то элемента в природе а другие будут стоять за женским это может быть практически очень удобно да если женщина перерождается то есть там и память подсознательная чита накопляет какой-то опыт и отсюда появляются все возможности более точно отразить в инструменте наверное это это я так думаю что это не столь важно для меня честно говоря после того как мать разгромила эту концепцию я просто у меня видимо слишком много шелухи в голове информационной по этому поводу я очень часто общаюсь с людьми это часто идет как бы такое разделение на мужские и женские энергии почему это в каждом из нас они существуют поэтому мне бы хотелось добраться до сути для того чтобы не ну так не закапываться в том в чем собственно это природные движения на уровне витальном практически физическом плане то есть подчинение и восприятие с одной стороны причем сейчас если взять сексуальную сторону которая более всего отражает эту разницу кстати и никакая другая только из сексуальной если ее убрать то проблемы не будет вообще если ее ввести то появятся все эти вот концепты если их сейчас рассмотреть то мужчина тоже ведет себя зачастую очень по-женски а женщины ведут себя по-мужски да то есть эти две формы как бы сейчас спутаны и вот эти все геи европа и все вот эти движения они не случайны мать об этом тоже говорит ты знаешь да мне было интересно послушать как она разгромила это все и что она об этом говорит а и она говорит действительно я тебе найду наверное ссылки о Паруши и Прокрытии она вообще не хочет об этом говорить она говорит что в ашраме все сделали себе такую идею шакти да вот я я Паруша вот это моя шакти это все такой игноренс да желание иметь и продолжить сексуальную жизнь и больше ничего за этим не стоит и доминации одни одним другого этим и Сатпрем занимался со своей шакти суджатой да она их предупреждала ни в коем случае не входить в витальный обмен там в этом витальном обмене все испортится но он так и не смог это выдержать в принципе это есть инструмент природы для того чтобы создать материально создать эти тела которые были бы здоровыми которые бы у которых бы не было повторения как бы да то есть в одной семье здесь например есть семьи которые порождают от своих родственников да женятся на своих там двоюродных сел строк и так далее и падает их физические возможности рождаются всякими даунами всякими недоделаниями огромный процент в Норвегии из-за того что отдаленные уголки у них не с кем было жениться то есть вот эта разница она нужна для набора да вот этих возможностей это мне кажется практическая вещь относится к петриянисту то есть ну вообще набор космических возможностей причем должен быть самым разнообразным ну да и причем отрабатываются есть целые как бы я причем посмотрела эти практики в свое время что такое там женская энергия что такое мужскую накопить например да но для женских женские там существовали они работают они реально существуют как бы у меня многие подружки этим увлекаются в последнее время как бы развивают составляющую и она как бы имеет свои законы как бы действия во вселенной я бы так сказала но на земле в этом обществе да где сексуальный импульс является очень важным ценным и чуть не не самым там не то что с сексуальным импульсом там идет набор вот этой чистой женской энергии как моща такая да вот она именно эта составляющая да и она открывает определенные возможности мужчине который рядом с тобой и там ну это работает все это как оккультизм по сути вот это работает просто я как бы четко могу об этом сказать и как что очень сюда же по эту же копилку наше тело оно же как бы под эти энергии создавалось если женщина живет через мужские энергии у нее страдает ее тело у нее страдают те органы женские которые как бы созданы для другого функционала то есть если женщина развивается открывает женские энергии и наполняет этим источником у нее прекрасное здоровье то же самое касается мужчин то есть это некая как бы шаблон который работает в космосе он работает на разных планах пока да он нужен для мать разгромила потому что она с точки зрения другого смотрела с точки зрения петриянец петрияном да здесь Шри Робинда тоже честно говоря у меня все уже все ответы есть на эти вопросы от них да и как бы я все время к ним буду возвращаться если встает такая вот дилемма я с удовольствием послушаю да Шри Робинда очень просто все он говорит что сама идея брахмачарьи которые пытались все время дискредитировать что мол это плохо для жизни мужчины что у него нету отношений что он как бы эту сексуальную энергию каким-то образом перенаправляет в другую сферу и может заболеть он объясняет что заболеть можно если идет извращение этой энергии в какой-то форме то есть запрет на внешний как бы контакт но внутри человек киндулигирует представляет себе там что-то живет такой внутренней жизнью представлений это очень часто бывает с йогинами это чаще всего кстати об этом даже Кришна в гите говорит что тот который не следует природе внешним импульсом а внутри себя так сказать все это переживает он зря так сказать он как бы не лгу но как-то там слово такое то есть он лжет по существу он делает то же самое разницы нет никакой речь идет о брахмачарье о свободе от этого импульса Кришна вообще говорит я вчера думал как раз на эту тему у нас все так мы одинаково так мыслим с тобой уже с один думал специально снова пришла эта фраза джаи шатрум маха бахо убей врага о арджуна маха бахо великорукий кама рупам дура садам вот эту врага который имеет форму камы желания дура садам труднодостижимую то есть вот это труднопреодолимую каму нужно убить как врага в себе вот Шио Биндо об этом говорит что убрав это желание как таковое как способ мышления как способ функционирования как способ видения себя и других вот не только в мысли в чувстве но и в теле дает огромные преимущества здоровье силу на возможность двигаться в этих витальных мирах без того что тебя могут там заграбать и съесть то есть у тебя появляется и то есть он говорит что это все мисконцепция о том что если этого нет то человек болеет или там ему хуже наоборот ему намного лучше об этом говорит я знаю что это так другое дело что витальная часть не может от этого уйти и она все время как бы предлагает свои какие-то варианты понимания уму а ум так сказать что он бедный может без нее сделать ну да я нашла ответ просто в том что если то что я говорила да что если женских энергий я не имела ввиду сексуальные я в принципе имела как бы женские энергии хотя они в этом плане естественно больше всего как сказать на этом строится вся женская энергия да ну не только на этом она качественнее другого я могу очень четко ощутить по качеству и не обязательно это связано с второй чакрой я понимаю но если идет уже сублимация да то есть очищение то есть брахмачарья что-то такое берется этот импульс эта энергия и сублимируется то есть очищается очищается она становится поэтической она становится духовной и так далее то да конечно конечно ты права то есть если нет обмана внутри себя то что вот именно на примере например сексуальных импульсов да тогда и здоровье не будет вреда вот какой ответ то есть вопрос что со здоровьем у некоторых проблемы ну вот и пачка это часть женским органам или там по мужским только когда идет неправильное движение энергии во вне и внутри но это я это я сейчас поняла для себя но вот я к примеру приведу я вхожу чисто природное состояние матери потому что я рождаю ребенка естественно у меня увеличивается внутри это женская энергия она как бы автоматически возникает от этого природного механизма тут нет речи о сексуальности или еще чего то есть это не только материнская энергия это энергия словно иметь женскую природу я по себе чувствую по телу по настроению по движению которое во мне возникает и например если я отмотаю назад до этого момента совсем другое качественное активное немножко может быть агрессивное такое воинственное еще что то есть я ощущаю себя как чаша весов то в одна сторона то другая выходит то одна сторона это энергия в нас которая те вселенские потоки и они имеют это так раз женского и мужского именно с точки зрения понимания как это природа называет то есть как она это выделяет ну наверное шеюганду и мать смотрели на это с точки зрения йоги лишь да да я смотрю с точки зрения жизни мы же все-таки в миру живем и живем в семьях у нас любом случае мы если мы не посвятили себя если не садхаки которые шли другим путем совершенно да то мы так или иначе мы находимся в этой жизни мы находимся в этих отношениях даже социальных и так или иначе это у нас влияет да конечно конечно это это к подходу два пути петрияне и садоваяне например тех же космических петрияне и деваяна да да конечно это не два эти пути более центральная поруши часть душевная и более природная часть та которая воплощает и реализует все кто здесь ты права да и наверное у меня тоже могут быть женские энергии да реализации да там почистить брать это то же самое касается как баланса внутри правой и левой ноздри это баланс этих двух энергий если они сбалансированы внутри человека в нем медитация в нем покой это точно та же дуальность те же правые и левые полушарии ну вот как по ощущениям потому что левая сторона считается женской правой стороны считается мужской именно по качеству энергии которые в них текут а вот это я не знал что левая сторона левая сторона женская женская правая сторона мужская за левую сторону отвечает правые полушарии вот то к чему мы подбирались вот этому восприятию пассивности вот этой работы То есть женщина, собственно, собирает, вот есть такой миф об Изиде, да, Изида, божественная мать, которой первый муж был Азирис. И вот Азириса убивает такой демон Тефансет и рубит его на 12 частей и разбрасывает во Вселенную. Вот эти 12 частей это зодиак, да, собственно, весь набор единого вот ее мужа Азириса. А 13 это еще один знак, который не входит, я знаю о нем, это этот змееносец, которого обычно не включают в зодиакальный круг. Интересно, да. Он с конца ноября по начало декабря. Змееносец, это и есть змееносец. Да, это он и есть, Тефансет, да. И вот, когда он это сделал, Изида, что она делает? Она движется от одного знака к другому. Почему? Потому что она собирает своего мужа воедино. И вот, когда она собирает его воедино, закончив вот этот вот цикл вселенский, да, она получает его в единстве. И вот идея, да, comprehensive, то есть собирание всех частей в единый смысл. И это и есть правое положение. Удивительно, что этот миф так отражает. А потом у нее рождается сын Горус. И он ей говорит, мать говорит, тебе незачем собирать отца, я восходящее солнце. Появляется новое психическое сознание, да. Сознание психического существа рождается как цельность. То есть уже вот это разделение на 12 частей зодиакальных не имеет той значимости, как вот это центральное явление сына. Удивительный миф, да, как все точно можно сказать в таких простых формах. То есть то, что ты говоришь, что это comprehensive женское, то это... Я бы, честно говоря, тут еще думал, не торопился бы насчет этого. Хотя, наверное, такие... Ну, по энергиям это так. По энергиям, которые текут в нас. То, что я общалась с теопатами, которые так же смотрят, но они смотрят по этим. Может быть, опять мы называем понятиями определенными. Это как искажением каких-то глубокого смысла. Какое-то качество энергии. Может быть. Но в этом тоже есть определенный смысл. Если мы говорим о работе с телом, мы работаем с этим космическим инструментом, природным инструментом, у него есть такие заданные качества, да. И нам из этих заданных качеств не выскочить пока. То есть они у нас есть, как наши материалы для работы. Это материалы жертвоприношения. Расскажем. Не, ну это удивительная, хорошая очень находка мужского, женского. То есть если мужчина действительно будет воспринимающим, а он и есть воспринимающий сознание, то есть напрямую, контакт напрямую с определенным явлением, то женщина будет более архаичная, более такой скрытая, да, более неясная. Интуитивно, поэтому говорят, она более интуитивна. У нее этот канал, он как бы, эти энергии в ней преобладают, так сказать, у нее доступ к ним проще, чем у мужчины. Потому что она уже в себе, как мы говорили, у женщины есть матка внутри, она и открывает колоссальные возможности. Ну это как проекция определенного там, другого явления. Матка это мир, собственно, это весь, весь космос, космос. Да, целостный. Правильно. Поэтому у женщины, у нее эти как бы функции, они как бы есть автоматически. Но в нашем мире, я возвращаюсь к практикам женских и мужских энергий, то, что я успела посмотреть. В нашем мире идет обучение такое, что воспитывает больше вот как раз-таки apprehensive сторону. Именно образование такое. И поэтому женщина, она теряет свои интуитивные качества, проходя вот этот как бы современный мир. Она теряет эти энергии, у нее закрываются эти возможности. Она может к ним вернуться, но ей нужно к ним вернуться. Это неестественный как бы ход. То есть то образование, которое существует от развития женского функционала, на текущем моменте не очень подходит, как вот говорят эти. Что женщина более в другом плане нужна. У нее как раз, они говорят, это должно, это как вот низкие женщины воспитывали, наверное. У нее должно быть искусство, живопись, шитье. У нее должно быть, это все вещи, которые открывают право полушария. Я просто смотрела, то есть что вот она как раз погружается в себя, она в этом состоянии находится. Кстати, здесь появляется новая идея образования, то есть такого, чтобы и правое полушарие развилось у левосполушарных, это как раз заниматься этим шитьем, да? Шитьем, да. И вот там музыкой. Я хотела рассказать про корейцев, которые недавно читали статью, о том, что там на правительственном уровне изучалось, что же делать их нации. Они прекрасно могут копировать чьи-то идеи, ну, создавать там машины, технику, но они не умеют создавать. И они приняли на... У них нет этой созидательности такой, знаешь, как бы идейности. И они на правительственном уровне поняли, что им нужно развивать творчество, нации. Что обязательно должна быть музыка, обязательно должна быть там живопись, танцы. Все, что связано с развитием творческих способностей, они заложили в образовательную программу страны. То есть это вот как бы момент. Очень здорово, да. А вот то, что им не хватает, как раз право полушарного развития, это как раз и говорит о том, что вот эта компреенция, вот этот вот элемент, как бы узнаваем, понимания, да, его не хватает. Есть узнаваниями такое более конкретное, напрямую, аналитическое, но не смысловая связь со всем. То есть отсюда они как-то отдельно себя ведут. Может быть, даже это каким-то образом напоминает дух и self, да, self and spirit. Вот spirit – это будет вот это вот comprehensive, а self, узнавание, как явление, это будет comprehensive. То есть атман и брахман, да. То есть им не хватает брахмана. У них атман есть, а брахмана нет. А что еще в мире произойдет, если вот эти у нас, как бы, развития выровняются, да? Роль мужчины и женщины, она станет как бы, появится равенство. Хотя все предсказывают, что идет век правополушария, то есть у нас за левым будет преобладание правого. То есть не в том плане, что они сразу станут одна к ноге, да? Почему мы говорили, что женщины должны выйти вперед? Это явление такое, как бы симметрия такая, да? То есть вот это comprehensive понимание, другое как бы функция, она должна выйти вперед. Но не в том виде, как у нас сейчас выходят. У нас женщины выходят через comprehensive. Ну, как они, бизнесвумен, они как бы становятся псевдо-женщинами. То есть они не свою силу внутреннюю используют, они уже как-то через... Псевдо-мужчинами. Да, да. Эмансипация, вот это вот все в Европе, это движение, оно как бы через именно этот способ пытается. Но сама женщина, она выйдет тогда, когда она вот эту свою силу как бы явит. Очень точно ты говоришь, да. Это в этом ошибка эмансипации, чтобы стать подобным мужчине, да? Тут, скорее всего, нужно было... возродить внутреннюю силу женскую. И вот на этих курсах про женские как раз об этом и говорится, что когда женщина возрождает свою силу, она возрождает силу дома, силу семьи, силу мужчины, который черпает из ее, как бы вот этого космоса, да, свою как бы идею движения, да? То есть он заряжается от этого, как бы через женщину, и он тогда как бы миру являет другие явления. Это, кстати, популярная в России сейчас волна. В России, кстати, не случилась эмансипации, такой явной, как в Европе, потому что там патриархальные, наверное, явления более сильные. такие, ну, или, как сказать... Ну да, понятно. И на ней идти. Пока по-другому как-то это все происходит. В Индии тоже это. Ну вот в этой эмансипации можно видеть одну положительную вещь, это то, что компрегенсив, так сказать, женщина, научится апрегенсив... То есть... Подходом. Да, она выровняет в себе эту вещь. В себе. То есть она первая идет, она первая движется к этому андрогину, да? К тому сбалансированному. У нее будут больше шансов. И это мы уже видим сегодня, что у женщин больше шансов на все, на бизнес, на все, потому что они более эффективны. Даже здесь, в Норвегии, вот эти все, я тебе рассказывал, да? В полиции, в армии, вот эти все на боевых самолетах самых таких. Это женщины летают, потому что у них оказывается лучший инструмент. Сейчас, когда не нужно мышцами работать, да? А когда нужно реагировать и быстро узнавать сложные задачи, женщины прекрасно справляются, лучше, чем мужчины. То есть это уже началось, так сказать. Мы уже вошли в это... Я тоже думаю, что за женщиной больше потенциала, чем за мужчиной. Ну, это с точки зрения эволюции, наверное, не с точки зрения трансформации, потому что здесь нет, ну, как бы, все это не имеет значения. Я имею в виду о движениях космических на вибрационном таком параде. Потому что, когда мы касаемся другой темы, когда мы касаемся еще и Робиндой матери, это все, ну, как бы, перестает иметь значение. Да, тогда андрогины. Так как мать говорит, что душа, она не он, не она, да? Это ит, да? То есть это оно. Душа – это оно. У него нету этого секса. То есть нельзя его определить. Хотя же все равно эти движения, изначально космические, он и она, они же есть, они даже описаны так. Да, конечно, он и она, они есть. Но это природа и природа, которая воплотила в себя все духовные качества. Ну, Адити, она же она. Да, это она. И тут никуда не уйти, а она Адити, она как бы в запредельном немножко от природы. Она все, это все она. Лишь она одна везде, да? Это действительно так и есть. Адити – это трансцендентальная природа его, да? Это его природа. Это его сознание, его бытие, его блаженство. Это она. Это все она одна. Другого никого здесь нет. Поэтому, конечно, да, я согласен. Поэтому у нее больше шансов. Тут такой двоякий подход. Вот сейчас, если вернуться как в наших размышлениях, с одной стороны, если следовать интеграммной йоге, все это не имеет значения. С другой стороны, если живешь в обычной жизни, это все имеет значение. Ну, то есть, как ни крути, это такое двойственное состояние. Ну, понятно. Тут уже речь идет о витальных движениях, которые очень сильны и очень значительны, и определяют и отношение к жизни, и к самому себе, и к другим. Все это имеет значение, как бы, да? Поэтому, действительно, если это все правильно поставить на вот это изучение и баланс полушарий, то можно, конечно, найти очень хорошие, интересные выходы. Я просто недавно в себе начала искать вот этот баланс энергии мужских и женских, потому что у меня есть такая черта. Я сейчас не говорю про сексуальные, потому что я их воспринимаю по-другому немножко. Я чувствую в себе, как они проявляются, как меняется моя внешность, как мне проявляется одно движение, а как меняется внешность, когда проявляется другое. Какие действия у меня, какая у меня осанка. У меня тело перестраивается само по себе, если у меня превалирует. У меня есть два аспекта. Они достаточно полярные и очень яркие. То есть женские одно состояние и мужской. Причем вот этот подсознательный мужской, поскольку я в женском теле, он из детства был у меня очень яркий. Я тут недавно разгадала, почему на мне действует одно гомепатическое средство, когда у меня наступает аллергия. Я прочитала его типаж. Что за типаж человека? И там четко по-белому сказано, у вас дисбаланс мужского и женского внутри. У вас нечто подавляется, из-за этого у женщины возникает агрессия, если подавлять вот этот мужской выход, вот активные энергии, да, появляется вот этот вот выплеск такой. И с другой стороны, если вы уходите в другую часть, у вас страдает, начинается тело, потому что вы не соответствуете своей природе. Там просто так по типажу было написано. Я понимаю, да, у меня на протяжении всей моей жизни я именно с этим, таким инструментом не имела дело. Там, например, из дисфункции органов щитовидная железа, если у вас это на глупо. Это моя тема, единственная, которая возникла во время беременности. То есть неуравновешенный гормон. Вот. И я поняла, что если, если они, если я переваливаюсь из одного состояния в другое, и они очень яркие, мне их очень сложно уравновесить. То есть, чтобы нашлось какой-то баланс вот этого внутреннего существа. когда не было, знаешь, как сказать, то в одну сторону, то в другую проявить. И поэтому я задавалась этим вопросом про мужскую и женскую, потому что как раз это ключ. Пойду, наверное, сейчас на вышке. А у нас в четверг будет занятие или нет? Я приеду в четверг уже туда, да? Наверное, будет сложно после перелета, да? Ну, можем выйти на связь глянуть, да? Как там, если нет, то нет. Хорошо, ну ладно. Побегу тогда к Савушке. Хорошо. Сегодня было такое богатое занятие у нас на разные темы. Да, были открытия очень важные. Спасибо тебе за это. Да, все. Пока. Иду. Пока. Пока.